В деле о трагическом пожаре в лагере Виктория продолжаются допросы. На этот раз суд заслушал сразу 6 человек, среди которых были девочки из ансамбля «Адель», которые подтвердили, что пользовались кипятильником. Никаких замечаний от администрации лагеря они не получали. В лагере были технические неисправности с электропроводкой, когда пожарная сигнализация неоднократно срабатывала. А вот другая бывшая участница коллектива «Адель» Екатерина Ной, которая непосредственно спасала детей, рассказала, что в лагере были проблемы с дисциплиной среди вожатых. Это она заметила еще за два года до трагедии, когда отдыхала Виктория. Вечером ко мне поздно, уже где-то в 12, пришла вожатая, говорит, пошли со мной в магазин. Я говорю, зачем? Она говорит, за пивом. Я пошла с ней в магазин, она зашла в магазин, купила пиво, большую двухлитровую бутылку. Она спрятала под одежду, чтобы никто не видел, потому что там охрана сидела. Она спрятала под одежду, сошла в комнату. В комнате с нами еще была Людмила, Люда как-то, ну, тоже вожатая, но другого отряда. Вот, она с нами сидела, они еще принесли ноутбук, они смотрели фильмы, пили пиво, там, шутку мне предложили. Девушка рассказала, что после пожара у нее были обожжены ноги, дыхательные пути, а теперь у нее еще и вегетососудистая дистония. Трой герой того рокового дня Максим Тиханчук, который также спасал детей, сообщил, что видел у ребят кипятильник. Но замечаний никто из взрослых ему не делал. Бывший сотрудник лагеря с первых минут видел возгорание и рассказал, почему не смог спасти детей сразу, которые были заблокированы огнем на втором этаже. Я понимаю, что я сам этих детей оттуда не достану, там попросил охранника и культорганизатора, диджея, чтобы они помогали детей спускаться. Я бегал в первый корпус за помощью, за лестницей. Лестница раньше у нас стояла возле дворового туалета. Я иду, там его нету. Я просто не мог себе представить, что этот домик, вот, когда их строили, мы там работали, это строилось все перед нашими глазами. И мы видели, что эти домики мажут там каким-то этим, что противопожарный. Я даже не мог додуматься, что он может так быстро сгореть. По словам бывшего сотрудника лагеря, пока он искал лестницу, детям пришлось самим спасаться. Они прыгали вниз на руки работников лагеря. Он также подтвердил, что слышал, как руководитель ансамбля после пожара при всех винила себя в произошедшем. Сослушай самого худрука, Татьяну Егорову пока не получается. Суд пока отказался от принудительного привода. Егорову нужно вызвать в законном порядке. По информации некоторых потерпевших, она находится на лечении за границей.